Царю небесный, утешителю души истинной, И жизнь весы, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю, иди сили сядны, И очистины от всяких скверны, И спаси благородуши наши. Отец наш небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нашу беседу, занятия по Слову Твоему Святому, дару Господи, что все, что здесь написано, мы могли исполнить, все это могли прозреть, как некогда прозревали святые божьи люди, пророки, апостолы, и передавали ученикам своим, всем верным последователям Твоим, дару Господи, нам быть истинными христианами, прозроливцами, в духовном делании всем, для спасения своей души и души ближних наших. Слава Тебе за все, Отец и на Святой Дух. Аминь. Аминь. Садимся. Слово Божье Библия проходится нами сегодня, 28 июля 2019 года, Крестозумирская общенаборода Барнаула. Итак, читаем Слово Божье. Как говорит книга Иисуса Новина. Иисус Новина – это ученик Моисея, который остался после Моисея. Он говорит так. «Будь тверд и мужественным, ибо ты народу сему передаешь во владение землю, которую я клялся отдать от самых, их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Вот, что мы прочитали. Это Иисуса Новина, первая глава, с пятого по девятой стихи. Можете записать себе. У тебя есть что писать-то? Ты пришла с тетрадкой. Иисус Новин, Иисус Новин с пятого, пятый, знаешь, как писать правильно? Левша ты наша. Не знаешь, как правильно писать? Ну, запиши ей, покажи ей, как писать правильно. Пиши, пока я буду говорить. Ну, убери, конечно, убери. Убери, судно поставь. О чем говорит эта книга? И будешь ты успешен в путях твоих. Ты можешь сюда место пройти. Сюда садись или сюда, вот, хочешь присядь. Что значит быть успешным в путях твоих? Это значит, много денег будет у тебя? И что будет у тебя? Что? Все будет спориться, куда не пойдешь. Захотел там машину, раз, у тебя машина, да? Захотел квартиру, вот, у тебя квартира дорогущая, да? Захотел слуг, вот, у тебя уже себе, тебе все служат. Ты сидишь такой, успешен же ты, да? Написано дальше и благоразумен. Вот в чем дело. А разум у кого есть? Разум. У кого? Сейчас дальше прочитаем с вами. Книга и мудрости. Книга-притча. Притча, первая глава. Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше, знание и рассудительность. Кто у нас юноша? Ты юноша? А кто ты? Еще не юноша? Как вы вчера говорили, юноша это с 14 лет. Так это у Александра Македонского было в те времена. Сейчас-то может быть из 13, если ты сам читаешь слово тоже. Ты кто у нас юноша? Не думаю. А кто? Ты девица. Девица. Хорошо, молодец, правильно. Девица она. Девица называется. А ты кто? Еще я маловато. Маловато. А как тебя звать-то? Как к тебе обращаются? Девочка. Девочка. Молодец, видишь. Девочка, девица. А это юноша еще он себя не записывает. Отрак. Отрак еще. Хотя отрак неправильное слово. Отрак это до 30 лет были отраки. В 30 лет отрочество заканчивалось. То есть отрак это человек уже после юноши идет. А носит еще мальчик. Мальчик. То есть сам он еще не исследует слово Божие. Ты сама умеешь слово Божие исследовать? Девица. Да. Вот видишь, она уже девица. Еще немножко подрастет, еще немножко подрастет, будет барышня. Вот у нее сестра сейчас, она барышня уже. А потом я девица. Потом ты девица будешь, потом ты будешь барышня. А после барышни молодая женщина уже идет. И причем еврейское слово есть, которое говорит именно о молодой женщине. Одним словом. И когда это слово молодая женщина и женщина, они одинаковые, но разные все равно. Там одна буква, но все равно разная. И Симеон, богоприимец который, когда они переводили на греческий язык, с еврейского, в Иблии, и он когда начал переводить это слово, по Исаии 14 главе написано. Дева примет во чреве и родит сына, родит сына. И на реку ты ему ему, что значит нами Бог. И он когда прочитал Дева, он подумал, как Дева может родить. И он написал, молодая женщина, женщина то есть слово. А Дева и молодая женщина, они вот там разнятся. То есть Дева это юная женщина, то есть юная, не познавшая девственница. И он так, подожди, тут неправильно. И он взял эту букву, начал подправлять. И в этот момент Господь ангела послал, и ангелу хоп, и руку остановил ему. И сказал, за то, что ты не поверил. Если бы он просто подумал в уме об этом, а все бы оставил как было. Но он решил подправить слово Божие. Слово Божие не подправляется. Поэтому нам нужно знать все, благоразумие. Вот сейчас я вам показал пример благоразумия. Как кого назвать правильно. А меня как можно назвать? Я кто? Как меня можно назвать? Простите, очки надо взять. Там что-то никого нету перед. Ну я не знаю, возьмите. Вообще никого нету. Меня как можно назвать? Ну, батюшку как можно назвать? Живой мужчиной. Дедушка можно назвать? Да. Дедушка мне. А меня? А вы? Да. Дядя, дядя, меня можно назвать? Дядя, дядя. Я дядя. Меня можно назвать мужчиной. Можно пожилой мужчиной. Можно дядька назвать меня. А дядька раньше назывался человек, который из мальчика, воспитывает из мальчика мужчину. Назывался дядька. То есть воспитатель дядька. Вот путеводитель ко кресту, по циклону славянки, какие там дядька. Все с вами дядька. Путеводитель ко кресту. Дядька берет как бы нас в Ветхий Завет и ведет нас ко Христу, чем Ветхим Заветом. Это дядька. Вот Ветхий Завет для нас дядька. Как ни странно. Он не дед никакой. Не призмет. Это мой дядька. Я могу быть дядька. Дядя Игорь, можешь меня назвать. Можешь старший брат назвать. Можешь просто брат назвать. Брат Игорь Дебунов. Меня еще если надо. Можешь просто Игорь. Ну, чтобы назвать вас брат, мы все-таки должны быть постарше. Ну, не знаю. Можно брат им дать. Это батюшка. Это батюшка. Батюшку можно назвать, если вы знаете его батюшка, можно назвать его отец. Можно назвать его святой отец. Святой отец это как бы отец святых. То есть пастырь святых. Вот нас можно назвать святыми. Вы младшие сестры святые. Это младший брат святой. Я старший брат святой. Святой, освященный Христом значит. Вас можно назвать освященными Христом? Мы сидим, Слово Божие изучаем. Я думаю, вполне вы подходите под это. Поэтому благоразумие нужно применять везде. А теперь, допустим, вы идете где-то, находитесь в какой-то ситуации, когда вы видите другого человека, который без бороды, он неверующий. Вот сегодня, как мы смотрели, поют отче наши бритые. И брат смеется, говорит, отче наш поют, хорошо поют, но бритые. Как они поют? Я говорю, ну Господь, Дух дышит где хочет. И бритый может петь отче наш, и даже верующим быть. А до конца не познал закон Божий. А я думала, если не брит, будет до ног борода расти. Откуда из ног? До ног. До ног борода? Ну у меня же не растет, я же не брею ее. Я же не брею, видишь? Видишь, я не брею. Вот она вся борода моя. И такая маленькая. Маленькая? Ну вот видишь, такая борода больше нет. Но все-таки неудобная. А? Неудобная. Неудобная? У меня неудобная? У всех неудобная. У всех неудобная. А ты что думаешь, она какая жесткая? У него тоже будет. Думаешь, борода у меня жесткая или мягкая? Какая? Мягкая? Хочешь проверить? Кушать. На, проверь, проверь. Возьми вот так вот за бороду меня. Нет. Она ведь твердая и мягкая. И твердая и мягкая? Ну попробуй. А вот и искусственная. Ну как? На искусственная. На ощупь не противная, да? Нет. Все смотрят и почему-то думают. Там вот когда неверующие люди говорят, а бороды поотрастили, как дикобразы, там вши там водятся, там еще что-то такое. Я думаю, какие вы глупые люди. Вы ни разу не попробовали образ Божий. То есть просто, чтобы у вас борода была. Я многих знаю, мужчин, которые пробовали бороды. Как вам вообще борода белая, наверное, в шее точно не водится. Не бывает в бородах никаких в шее. Я не думала, что нет. Нет в бородах в шее никогда. В бороде только одни плюсы. Зимой, когда холодно, борода грызет. Это все благоразумие. То есть, если вы видите безбородного человека, вы уже должны опасаться его. Как вы его назовете? Кто он вам? Дядя или что? Не надо его так называть при нем. Некрасиво. При нем не надо так говорить про человека. Если он без бороды, ты должна ему рассказать о Христе. Если ты расскажешь ему о Христе правильно, тогда ты можешь ему сказать. А Христос законы издал, которые нужно вам исполнять. Вот мы, девочки, ходим в путь. Тихо подойди, ты слушай меня, не болтай языком. Ты что-то много болтаешь, я смотрю. Ты вот записывал лучше правильно все. Ты должна ему сначала рассказать о Христе. Правильно все. Сама быть одета в платье. Платок одет, одета должен быть. И тогда ты рассказываешь все по слову Божьим. Понятно? А так бы языком-то чем молоть? А если ты сама стоишь не какая, то что ты кому расскажешь? То есть, ты расскажешь про поясок, ты должна быть в поиске. Правильно? Если ты расскажешь о бороде, значит, у тебя должна быть борода. Она же не просто борода. Значит, я не буду рассказывать о бороде. Вот и все. Вот и все. Нет, у тебя бороды-то нету. Ну, ты рассказывай о бороде. Только ты должна быть в платке и в платье. Ну, ладно. Это для тебя еще. Ты еще пока что неблагоразумна. Как бы бестолковка такая. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Загадки. В чем загадки-то какие? Они что, загадки тебе загадывают? Нет. Правильно. А в чем дело? Почему загадки называются? И загадки. Какие загадки, думаешь? А вот послушайте дальше. Начало мудрости – это страх Господень. Доброе разумение у всех, водящихся им. А благоговение к Богу – начало разумения. Как понять благоговение к Богу? Что значит благоговение к Богу? Любовь. Любовь – это да, это сюда сильно подходит. Любовь. Ну, любовь обычно, когда, допустим, любовь, то ты что попало вытворяешь там при материи? Благоговение, преклонение. Да, это еще преклонение. Это сильнейшее уважение, почтение называется еще. Благоговение, почтение. То есть ты понимаешь, что это тебе никогда не достигнуть, а человек тебя любит, и ради этого он такой. Он еще исполняет заповеди или дает заповеди. Господь дает заповеди. Богородица исполняет заповеди. Никола Чудотворец, мы смотрим, исполняет. Покажи ей. Направь туда камеру. Никола Чудотворец, тоже исполнитель заповедей. Мы благоговеем перед Богом и почитаем Богородицу и Николу Чудотворца. Почему? Они люди, а Бог, мы благоговеем перед Богом. Благоговейное отношение. Может быть, благоговейное отношение к святости людей тоже может быть. Потому что они верят в Бога. Мы перед этим тоже будем благоговеять. Потому что они озарены благодатью Божией. Вот и благословениями Божьими. Поэтому все это у нас должно быть в священный трепет приводить с вами. Даже слезу может выжимать. Если даже ты поймешь, как они любят Бога и как они почитали Его, что умерли за Него. Или предавались на великие мучения, как пишет апостол Павел. Я был сто раз в гонениях. Неединократно был в гонениях от лжебратья. От лжебратья. Пришел, как будто братья. А они начинают его гнать. Смеяться над ним начинают. По-моему, еще нет. Так что, вот что значит нужно благоговеть еще к Богу. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Сейчас мы проходим наставление по Библии. То есть мы не глупцы уже. Слава тебе, Господи. Слушай, сын мой. Наставление отца. Сын мой, это значит, ты дочь. И не отвергай совета Матери Твоей. Потому что это прекрасный венок для головы Твоей. И украшение для шеи Твоей. Все любят же украшение. Так вот, украшение – это благоговейное отношение, трепетное отношение, почтение к Богу и к словам Его. И к тем людям, которые прошли это поприще. И мы теперь. По-моему, пора идти, что ли, я не могу понять, а? Они там, это, Господи Польмелый поют. Ну так все, помолимся. Так, ну ладно, у нас небольшие занятия получились. Что ты хотел спросить-то? Слава тебе, Господи. У меня есть сестра Таня. И она один раз на свой день рождения пришла к нему в гости. И она сказала, что некоторые хотят себе оставлять украшения в шее, которых нельзя кольцом цинять в шее. Ну понятно. Вообще украшения нельзя носить. Украшения должны быть духовными. То есть повиновения Господу и законами Его. Господи, слава тебе, поверьте, Бог, аминь. Господу помолимся. Господи, я помилуюсь. С Богом все, брат, отключай и все туда неси.